Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. И как всегда в субботу мы напомним о самых главных событиях недели ушедшей. Расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Маленькие успехи, больших достижений. На Брещене в 16-й раз подвели итоги областного конкурса «Лучший предприниматель года». Европейскому маршруту Днепр-Висла быть. В Бресте участники международного трансграничного проекта подписали регламент работы комиссии по вопросам реконструкции маршрута. Вся жизнь игра, а люди в ней актеры. Международное сообщество отметило День театра, а брестский зритель вновь очарован постановкой студенческого театра Брестского государственного университета имени Пушкина. Ваш выход, мистер Клоун. В музее Брест-театральный средней школы номер 12 имени Губаревича открылась новая экспозиция. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня для возрождения экономического потенциала Беларуси делаются определенные шаги. Модернизация и реконструкция в сфере производства и сельского хозяйства, возведение новых градообразующих объектов. Немаловажную роль в этом процессе играет предпринимательство, представители которого уже сами по себе олицетворяют собой предприимчивость, активность, инициативу. В 16-й раз на Брещене подведены итоги областного конкурса «Лучший предприниматель года». В этот раз участие в предпринимательском смотре приняли около 150 предприятий Брестского региона. В итоге определены лучшие из лучших. Достижение высоких финансовых и экономических показателей, грамотная социальная политика и стремление к бизнес-олимпу. Основные критерии, которые и привели к победе 16 представителей коммерческих кругов Брещены. Виктория Драгобецкая продолжит тему. Демонстрация товаров и услуг – начальный аккорд областного конкурса «Лучший предприниматель года». Именно с нее начинается знакомство с потенциалом бизнес-кругов всех регионов области, с их успехами и достижениями. У каждого из предпринимателей своя сфера деятельности. Однако объединяет их одно – грамотная пер-компания и стремление занять почетное место в рядах лучших из лучших. Среди них – брестское предприятие «Перфект» – лауреат в сфере производства продуктов питания. Компания уже более 15 лет специализируется на изготовлении натурального живого хлеба на закваске с живыми бактериями. Использование лучших традиций национального хлебопечения и совершенствование рецептур – это то, что помогает компании держать марку и радовать своих покупателей. Мы убрали, отказались полностью от всех добавок – разрыхлителей, улучшителей муки. И маленький пример – убрали соль с противослеживающейся добавкой. Улучшаем производство продукции, делаем ее более натуральным, потому что мы хотим, чтобы наши дети знали вкус настоящего хлеба. Среди предприятий, давно заявивших о себе на внутреннем и внешних рынках страны, есть и такие, кто только пару лет назад начал восхождение по бизнес-лестнице. У предприятия Катони Компани этот рывок по праву можно назвать стремительным. За два года своей работы фирма, специализирующаяся по пошиву одежды с трикотажа, успела добиться неплохих результатов и хорошо себя зарекомендовать. Первый год был у нас очень удачный. Мы практически завоевали весь белорусский рынок. Мы продаемся во всех областных центрах, в столице. Можем даже похвастаться, наши халаты закупались на подарки, на Новый год, администрация президента. Вот это был первый год. Сейчас мы сделали сертификаты на детскую одежду. Этот год мы хотим запустить линию детской одежды, разрабатываем коллекцию. На сегодняшний день объемы производства у нас 4000 изделий в месяц. До конца года мы планируем вместе с детским ассортиментом выйти на 8000, то есть удвоить объемы производства нашего. Немалый интерес у посетителей выставки вызвал прилавок с продукцией Кобринской страусиной фермы, одной из самых больших и красивых в Европе, на которой разводят черных африканских страусов. Мини-зоопарк, летняя площадка для отдыхающих, сувенирная лавка, гостиничный комплекс. Развитая инфраструктура и сегодня продолжает развиваться и завоевывает доверие посетителей из живописного уголка в деревне Козище Кобринского района. У нас в плане отдыха, конечно, нам не хватает дополнительно каких-то еще мест развлечения, досуга. То есть, помимо, чтобы человек покушал, сходил на экскурсию, нужно быть еще какой-то досуг. Если они остановились в домике, гостевое проживание, еще какие-то нужно дополнительно. Либо это может быть баня, какой-то комплекс по процедуре какие-то, с использованием той же самой голубой глины, которой у нас, в принципе, в округе хватает. Ну, это пока только заметки черновые. В перспективе, конечно, хотелось бы расширить сферу услуг именно, что касается туризма. Предпринимательство мощный локомотив инноваций, который играет немаловажную роль в развитии экономики страны и региона. В прошлом году создано около 2000 микро- и малых организаций, порядка 15 тысяч рабочих мест. А удельный вес налоговых поступлений в консолидированный бюджет области в прошлом году составил порядка 30%. Сегодня, благодаря поддержке областной власти, в Брестском регионе работают более 11 тысяч малых и средних предприятий, почти 36 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они освоили много сфер деятельности и, безусловно, будут двигаться дальше, принимая участие в решении многих государственных задач. Нам нужны новые предприятия, новые рабочие места. Мы должны задействовать людей, которые освобождаются с других предприятий. Задача, что ставил Петр Петрович Прокопович, 30% ВРП, это тоже задача на этот год. Я думаю, что и в этом году до 200 предприятий промышленных новых будет создано в регионах и в городе Бресте. В этом году за звание лучших предпринимателей года боролись более 150 представителей бизнеса. Оценка достижений проходила по 16 номинациям. Среди 16 победителей и 32 лауреатов немало тех, кто принимал участие в конкурсе не первый раз и имеет за плечами опыт успешного ведения бизнеса, и таких, кто пришел на церемонию впервые. Представители коммерческих организаций еще раз доказали, что не могут ни на словах, а на деле покорять новые бизнес-вершины. Виктория Дрогобецкая, Крилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще об одном важном событии. Проекты взаимного партнерского сотрудничества Польши, Украины и Беларуси существуют уже на протяжении многих лет. Инициативы, которые совместными усилиями реализуют страны-соседки, касаются всех направлений развития государств. Это экономическая, политическая, культурная и социальная сферы. Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина реализуется с 2007 года. За это время была проведена большая работа по налаживанию связей в отдельных сферах жизни государств. Одним из наиболее значимых проектов является инициатива восстановления магистрально-водного пути на участке Днепр-Висла. Так как именно он является связующим звеном в маршруте, который соединяет бассейны Черного и Балтийского морей. Накануне в Брестском областном исполнительном комитете прошла международная конференция по планированию водотранспортного соединения. Подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Созданный в конце 18 века водный путь Днепр-Висла просуществовал до Второй мировой войны. Значение этого маршрута переоценить невозможно, ведь именно он связывает Черное и Балтийское моря. Поэтому сегодня восстановление магистрального пути на участке Висла-Днепр для Польши, Беларуси и Украины довольно значимый проект. Его можно рассматривать не только как выгодное вложение в транспортную сферу, но и как возможность сохранения экологической среды. Проект призван способствовать снижению уровня выбросов углекислого газа. Река – это не просто водный путь. Это и запасы воды, и экология, ну и другие вопросы, которые связаны с экологическим балансом. Поэтому это все вкупе идет. А уже составляющая транспорта – это то, что идет по воде. И, конечно, это выгодно. Восстановление водного маршрута Днепр-Висла важен для трех стран-партнеров не только как экологический, но и как экономически выгодный транзитный вариант. Реконструкция пути оптимизирует нагрузки на железнодорожный и автомобильный транспорт, а также позволит увеличить грузоперевозки до 4 миллионов тонн в год. Кроме того, водный маршрут создаст значительное удобство для транспортировки ряда экспортно-импортных грузов как Беларуси, так и Польши и Украины. Представители Еврокомиссии не менее заинтересованы в реализации этого проекта. Он позволит Беларуси стать мультимодальным центром перевозок международного значения. Я думаю, что это очень интересно для Европы, поскольку путь является одной из частей целой сети европейского внутреннего водного транспорта. Проект объединяет Польшу, Беларусь и Украину, и тем самым является именно тем недостающим звеном между Восточной и Западной Европой. Сегодня уже можно говорить о первых итогах проведенной работы. Создана и официально учреждена Трансграничная комиссия по вопросам развития водно- и транспортного соединения. Разработана техника экономического обоснования строительства. Созданы условия для продвижения проекта на региональном, национальном и международном уровнях. И еще один важный итог. Во время конференции ее участниками был подписан регламент работы комиссии и принята декларация, регулирующая данный процесс. Проект призван определить оптимальный вариант восстановления соединения. Сегодня на территории Беларуси этот путь остался. Это соединение Днепра и СБУК, МЧД, Днепробузский канал. Пословить, как вы видели на карте, небольшой кусочек реки, БУК, который был сюда ходен, на котором и до сих пор есть еще гидросооружение. Поэтому, если наши партнеры, наши соседи примут активное участие, я думаю, этот путь восстановится. В списке ближайших задач – оснащение секретариата и разработка технического задания. Но построение планов на перспективу невозможно без знакомства с уже существующими разработками. Поэтому одним из пунктов работы конференции стало посещение уже реконструированного судоходного шлюза гидроузла «Тришин». Сегодня это один из ведущих водных комплексов не только региона, но и республики. За месяц через шлюз проходит около 800 рейсов с транспортными грузами. В основном это строительные материалы. Поэтому сегодня необходимо определить перспективы дальнейшего совершенствования. Мы пытаемся создать условия и обсчитать предпосылки инвестиций для дальнейшей реконструкции и создания водного пути, который соединит Черное и Балтийское море. Задача, которую решить на уровне правительства необходимо. Задача, которую необходимо для решения, которой необходимо консолидировать практически все силы трех государств. Аркадий Богуш в водно-транспортной среде работает практически 30 лет. Поэтому о технических переменах знает как никто другой. Ежедневно Аркадий Васильевич совершает так называемый обход. Следит, чтобы оборудование было в целости и сохранности и контролирует качество выполняемой работы. Сегодня, считает Аркадий Богуш, на территории шлюза созданы все условия для того, чтобы активно развивать водно-транспортную сферу. Ведь современные возможности гидроузла позволяют принимать еще больше грузоперевозочных транспортных средств. Сама шлюзованная система, она как бы водонапорная. Тут уровни проектные для обеспечения судоходства поддерживаются гидротехническими сооружениями. То есть в них ходят плотины, водоспуски. Водный транспорт он всегда считался самым дешевым. Но это не только сам транспорт, это вся структура речная. Вот это все завязано на воде. Анастасия Назрин-Плотницкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Служители Мельпомены отметили 27 марта свой профессиональный праздник. Театр – это особая страна, которая живет по своим творческим законам и внутренним порядкам. Редко пуская кого-то из посторонних заглянуть за кулисы. Иначе потеряется вся магия и притягательность, говорят те, кто причастен к сценическому действу. И, как правило, зрители с ними солидарен. И только раз в году, в день театра, эти границы можно нарушить и прикоснуться к таинственному миру лицедейства. Наша съемочная группа воспользовалась такой возможностью и узнала секреты успеха постановок Студенческого театра Брестского государственного университета имени Пушкина. Подробности в материале Анастасия Стропко. Народная театральная студия Брестского государственного университета имени Пушкина под руководством Павла Дмитриевича Бекишева в этом году исполнилось 20 лет. Юбилейную дату, как и подобает людям творческим, труппа отметила на сцене. На суд театралов Брещена была представлена пьеса «Любовь людей» молодого белорусского драматурга Дмитрия Богославского, которую коллектив готовил на протяжении полутора лет. Каждая репетиция, а их за этот период было немало, безусловно, добавляла уверенности в собственных силах. Но по признанию самих актеров, выходить на сцену в такой день все равно было очень волнительно. Репетиции у нас проходят очень даже интересно. Они никогда не бывают скучными. Постоянно актеры пытаются привнести свою лепту, показать, предложить что-то новое, ищут новые варианты игры, новые варианты показать эмоции. Стараются как могут. Сказать, что постановка удалась, можно было уже с первых минут. С самого начала и зрители в зале, и актеры на сцене настроились на одну волну. В этот вечер каждый, кто пришел на мероприятие, испытал всю гамму эмоций, от печали до радости, сопереживая, тоскуя и смеясь вместе с героями. Пришли, конечно, посмотреть мои родители. Их впечатлило. Наше выступление их впечатлило. Им понравилось. Они сказали, что это было необычно, что не думали, что так сыграют студенты, еще не имея какого-то образования такого театрального. Ну, порадовали их выступлением своим. Пути, которые привели на театральную сцену каждого из актеров студенческой труппы, совершенно разные. Но всех этих ребят в настоящий дружный коллектив сплотила единая цель. Желание рассказать со сцены о чем-то важном, главном для каждого человека – поделиться своими переживаниями и эмоциями. И ребятам, несмотря на еще небольшой сценический опыт, это удалось. Возможно, благодаря тому, что в них горит тот самый огонь, про который так много писал в своих трудах реформатор театра Константин Станиславский. Даже вот когда она актера учится, тебе дают там три года или полтора года, где-то испытательный срок, и если видят, что в тебе есть что-то зажечь, они как бы постараются, и ты дальше учишься. А если в тебе не видят, то и скринки тебя отчисляют. Он говорит, ну, просто могут даже не объяснить, что все, как бы тебя отчислили, и ты дальше не учишься. Это, наверное, такое что-то внутри, которое вот должны зашевелить, поднять, чтобы вот можно было играть. Сплоченность и сыгранность этой театральной труппы – главный признак того, что они не просто коллеги, а настоящий союз единомышленников, союз людей, которые видят, понимают и чувствуют, возможно, немного иначе, чем мы с вами. Но именно это позволяет так достоверно и точно передавать на сцене человеческие эмоции, обнажать достоинства и пороки. А иначе не могло и быть. По словам самих студентов, возможность настоящего театрального перевоплощения для них самих – бесценный подарок и опыт, который помогает в обычной жизни, за пределами театральных кулис. Это помогает видеть мир немножко в другом его образе, в другом его выражении, в другом ощущении, мировоззрении. То есть кто-то воспринимает это плаксиво, кто-то смеется с одной и той же сцены. Ты начинаешь думать, ты начинаешь, у тебя мысли начинают философствовать, а может быть, ты начинаешь задумываться о героях, а что бы я сделала на ее месте или на его месте. Это очень-очень помогает. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В белорусской и мировой живописи Феликс Гумен явление уникальное. Ведь это с его легкой руки и настойчивого характера в далеких 60-х в Витебском педагогическом институте имени Кирова, сегодня в Витебский государственный университет имени Петра Машерова, акварель была признана живописью. Тысячи художников после этого последовали его примеру и выбрали именно эту краску основным материалом своих полотен. Впервые в Бресте мастер выставил свои творческие работы. Этого момента ждали очень многие художники города над Богом и дождались. В свой день рождения Феликс Гумен не принимал, а дарил подарки. Все представленные на выставке поэзия акварели работы были подарены художественному музею. Кристина Куприкова окунулась в творческий мир белорусского художника. В своей жизни Феликс Гумен во многом был и остается первым. Взять, к примеру, тот факт, что именно он на свой страх и риск, будучи студентом, вопреки всем правилам и запретам, написал и защитил дипломную работу по живописи в технике акварели. Как ему это удалось, удивлялись многие художники. На самом деле все просто. Феликс Гумен привык добиваться того, к чему расположена его душа. В результате этого смелого поступка все выпускники художественно-графических факультетов получили возможность писать и защищать свои дипломные работы именно в той технике, которая им близка. Значительную часть своей жизни мастер посвятил обучению и воспитанию нового поколения художников. Начинается обучение живописи всегда с акварели, потому что акварель – это снайперская техника. Кто владеет акварелью, то остальные приемы он осваивает без труда, потому что это основа-основа. Она дисциплинирует глаз, учит правильно видеть, учит правильно брать без поправок. Вопреки всему-то я пошел на риск, потому что я любил акварели, поэтому говорю, почему она ниже других техник, почему нельзя. Потом время доказало, что можно. Последний раз художник был в нашем городе около полувека назад. За это время в его жизни произошло многое. И только одно оставалось неизменным – желание творить. Количество написанных за всю жизнь полотен сегодня уже вряд ли можно подсчитать. В Брестском художественном музее Феликс Гумен подарил более 280 картин. 50 из них были представлены на выставке поэзии акварели. Посмотреть на работы пришли бывшие ученики мастера и просто любители акварельных пейзажей. Все они говорили о Феликсе Гумене как живой легенде. И ведь не просто так, такое признание надо заслужить. Мастеру это удалось талантом от Бога и своим кропотливым трудом. И приемы мои, они не совсем обычные. Такими как приемы я работаю, я применяю мастихин. Он тоже не применялся. Здесь все вопреки, а сейчас все это стало классикой. Студенты, поступившие на Витебский худграф, со словами акварель, на первом курсе начинали изучать по живописи акварель, они сразу слышали, что есть такой Гумен. Естественно, студенты, первопурсники не знали, что это Феликс Федорович Гумен. Гумен – это было и имя, и фамилия, и отчество. И вообще это была живая легенда, ходячая вот где-то по Витебску. Акварели Феликса Гумена узнаваемы. В них есть пространство, краска, ритм и свет. Сейчас в витебских художественных вузах и школах молодежь обучает акварели именно по его творчеству. Как знать, может быть, акварель по-прежнему не считалась бы серьезной техникой, если бы не Феликс Гумен. Супруга мастера Татьяна Яковлевна рассказывает, что в Ихакне уже в три ночи загорается свет и зарождается новый пейзаж, натюрморт или портрет. Акварель завораживает художника на протяжении всей жизни. Он умеет находить новые сюжеты и краски. В этом и кроется признанный талант. Он человек очень эмоциональный, конечно, но он очень, в то же время, он очень выдержанный человек, владеет всегда собою. А как художник он, конечно, бесконечный, потому что у него день начинается часа в три-четыре ночи, потом какой-то перерыв, потом снова опять продолжение творчества. И дело в том, что у него творчество – это способ жизни. Есть люди, про которые говорят, что их поцеловал сам Господь Бог. Феликс Гумен – один из этих счастливчиков, потому что как иначе объяснить, откуда он черпает столько вдохновения? Кристина Купрякова, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Белое лицо, красный шарик вместо носа, рот с улыбкой от уха до уха, яркий до нелепости костюм, ботинки невероятного размера. Это портрет современного клоуна. Его призвание – веселить, вызывать своей игрой смех у публики. Даже если под куполом Шапито, эта игра далеко не комедия. Есть и у нас в городе над Бугом почитатели творчества знаменитых клоунов, ставших легендами мира шутов и орликинов. На днях в музее Брест Театральный, расположенный в школе номер 12, открылась выставка «Антре» или «Ваш выход, мистер клоун». Об истории советских пьеро расскажет Виктория Драгобецкая. «Антре» или «Ваш выход, мистер клоун» – вернисаж истории клоунадов, в которой есть и бесшабашная веселость, и глубоко спрятанная вечная грусть. Основной акцент экспозиции – показать двойственность паяца, его мастерское обладание талантами акробата, жонглера, пародиста и дрессировщика. Именно это делают клоуна универсальным артистом, умеющим практически все. В этой коллекции более 200 клоунов, которые представлены здесь. Естественно, что они очень интересны. Вообще история цирка всегда интересна, дети это любят. Тем более у нас сейчас каникулы, потом у нас будет лето, тоже будут школьные лагеря. Мы всегда хотим детям показать что-то такое, чтобы было им интересно. Все-таки, хоть мы и говорим, что у нас в музее исходят и взрослые, но все равно у нас основная аудитория – это школьники. В основе выставки лежит коллекция паяцов брестского художника-оформителя и актера Николая Полтораки, который занимается собиранием клоунов более 14 лет. Самый первый синий мим, подаренный дочерью, и сегодня украшает вернисаж полишинелей разных мастей. Примечательен тот факт, что дата рождения Николая Полтораки совпадает с датой смерти трех великих людей нашего времени, среди которых Василий Шукшин, Владимир Высоцкий и несравненный мастер буфонады Леонид Энгибаров. Все они были друзьями. Возможно, мистический флер, окутывающий эту историю, посознательно вовлек Николая Полтораку в закулись циркового искусства. Хотя актер говорит, что просто хотел связать свою жизнь с клоунадой. Ну, может быть, это несбывшаяся мечта. Я в свое время очень любил цирк в детстве. То есть, ходил, занимался в цирковой студии, в студии фантомимы. Но получилось так, что совсем другое образование получил. То есть, может быть, из-за этого, может, из-за того, что люблю детей. Дети – радость, клоуны приносят радость. И надо сказать, что это ему удалось не только на сцене, но и благодаря уникальной выставке клоунов. Юные посетители с большим интересом знакомились с историей зарубежной и российской клоунады и ее жанрами. Экскурсоводы школьного театрального кружка, наряженные в традиционные клоунские костюмы, рассказали детям о скоморохах и шутах, о великих клоунах-карандаше и его собаке-кляксе, о ляге Попове и Леониде Энгибарове, о талантливейших людях Юрии Никулине, Вячеславе Полунине и других мастерах цирковых подмостков. Клоунов-мимов, про клоунов, которые с музыкой рассказывают, ну, не словами, а музыкой все показывают, и люди их понимают. Какой рассказ о клоунах тебе больше всего понравился? Мне понравился рассказ о клоунах-мимов. Мне очень понравился про клоунах-карандаша. Выставка сама хорошая. Еще про Юрия Никулина. Ну, я его и так знала, но не все. А ведь первые мимы появились в Древней Греции. Они пародировали и высмеивали, разыгрывали реально бытовой фарс и получали гроши за свое искусство. Шло время, паяцы оттачивали мастерство, приходились ко двору, и вот сегодня без них немыслимо ни одно цирковое представление. Прикоснуться к одновременно веселому и печальному миру пьеро всех времен и народов, почитатели циркового искусства и просто любопутствующие, смогут до 25 июня. Виктория Драгобецкая, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье погоду в Беларуси будет определять антициклон, который через территорию нашей страны переместится на Украину. На Брещене сохранится сухая погода. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит 1,3 градуса. Максимальная температура в субботу днем ожидается от 10 до 12 тепла. 31 марта погода изменится. На территории Беларуси начнет поступать влажный, неустойчивый воздух со скандинавского полуострова. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Но на Брещене в этот день будет по-прежнему сухо. Лишь ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью 3,5 выше нуля. Днем воздух прогреется максимально до отметки в 13 градусов. Редактор субтитров А.Семкин